доброе утро всем привет извиняюсь за опоздание сейчас мне нужно кое-что сделать еще и после этого мы с вами продолжим сейчас секундочку как же мне сделать фото на все сейчас я поставлю на запись глава шлах глава шлах пятый день пятый день и мишли притчи 8 8 глава начать запись все добрый день звук записывается все отлично хорошо дорогие друзья да и осталось мне что сделать осталось не включить только трансляцию осталось включить трансляцию на ютюбе youtube и с трансляцией на ютюбе не сложилось сегодня не сложилось потому что нет энергии нет энергии закончилась энергия у айпада и поэтому будет сегодня только на фейсбуке и только на телеграме только на телеграме и только на фейсбуке хорошо дорогие друзья как как дела как жизнь 8 июня 8 июня значит прекрасный прекрасный день сегодня у нас 8 июня и пятнадцатая девятнадцатая ютед девятнадцатое число месяца сиван знали вы что сегодня 19 сивана может и знали но забыли хорошо и так глава шлах прошли самые 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 напряженные моменты главы шлах закончились и сейчас всевышний объясняет объясняет про жертвоприношения и в сегодняшнем отрывке есть есть очень такое важное отступление до которая пятый отрывок главы шлах тут есть очень интересное отступление значит когда сделаете идет про жертвоприношение что вот когда вы придете в землю израиля вот представьте ситуацию значит человек какой-то да человека пришел устраиваться на работу сидит он устраиваться на работу пришел его привел например его какой-то родственник привел на в банк работать да и он привел в банк работать ему обещали там хорошую зарплату там личный кабинет он секретарь в общем прекрасная работа и вот его перед тем как перед тем как значит это идти на собеседование к генеральному директору перед тем как идти на собеседование генеральному директору значит он едет в лифте со своим родственником и допустим он пошел пошел в туалет и там он встречает туалете какого-то сотрудника банка своего старого знакомого и спрашивает у сотрудника банка тот тот его старый знакомый говорит ему ты знаешь ну в туалете да когда они там руки мыли говорит ты знаешь директор банка такая сволочь такая вообще что это за человек такой и он про него говорит разные гадости и этот сотрудник новый потенциальный сотрудник он говорит да я значит вообще тогда я в этом банке работать не буду раз он такая сволочь и я вообще с этими людьми знать их не хочу там очень очень плохо про него говорить а в это время директор банка например он это все услышал как-то случайно он это все услышал и этот парень теряет он приходит его должны были уже принять на работу ему говорят все уходи отсюда в банке в этом чтобы тебя близко не было все то есть не просто теряешь работа счете ставят специально в карточку там знать чтобы тебя вообще ни в один банк не приняли и он получается из-за сплетен злоязычия из-за того что он плохо ну то есть он как сказать ну можно сказать из-за сплетен из-за злоязычия он потерял потенциальную работу и вот он выходит на улицу родственник ему говорит да говорит попал ты вообще в по глупости вот чисто ты по глупости попал я тебе помогал тебе всевышний всегда помогал у тебя все всегда было хорошо зачем ты слушаешь сплетни и злоязычия и клевету и мало того что ты слушаешь сплетни злоязычий криви ту ты еще в этом начинаешь участвовать и ты начинаешь тоже говорить вот эти все сплетние злоязычияю криви то зачем тебе это надо было тут говорит ну чем мне делать же все же уже уже значит нет у меня работы в банке только говорит ладно все иди тогда изучай книжку elevenement идентик как приобретает друзья, оказывать ли они на людей, иди учи Тору, запомни, что нельзя говорить злоязычие, клевету. И он ушел, значит, и вот как раз это примерно я описал в такой вот метафоре, то, что проходило в той главе. Еврестия народ повернули в пустыню, все, вы в землю Израиля не войдете, все, кто слушал клевету на землю Израиля, говорил клевету на землю Израиля, все, кто плакали в пустую в эту ночь, что мы не зайдем, умрем мы в пустыне, действительно, умрете вы в пустыне, а дети, то, что вы боялись, что говорили, что они вот будут мучиться, а наоборот, дети ваши будут мучиться 40 лет из-за вас в пустыне, ну, то есть, они-то могли бы уже вырасти в земле Израиля, но они будут расти в пустыне, и потом они все-таки зайдут в землю Израиля. Все, и вот начинается пятый отрывок недельной главы про жертвоприношение. Когда ты принесешь такое жертвоприношение, такое, тут вина, тут разные-разные идут описания деталей законов, значит, деталей законов, которые, которые, ну, вот настолько они детальны. Еще раз повторю, вот это очень такая принципиальная вещь в духовном росте. То есть, легче всего духовно расти, когда вот есть, предлагают такие лжеучения, знаете, есть там Растамане, который Боб Марли. Как духовно расти? Да, пожалуйста. Что-то сложно, что-то духовно расти и быть Растаманом. Кури траву. Вот ты и растешь духовно. Все, слушай Боба Марли. И все, кури, кайфуй. Ну, классно. Духовный рост, вообще такой духовный рост, чтобы прям и усилий никаких не надо. Вообще никаких усилий не надо, чтобы так духовно расти. Понятно? Только потом за это приходится расплачиваться здоровьем. Боб Марли умер от опухоли мозга. Нет там, семьи нет. В общем, все, все в жизни ужасно, но духовно растет. Духовный рост по Торе это скрупулезное выполнение заповеди Всевышнего в нужное время, в нужном месте. И об этом говорится как раз вот в этом отрывке. И даже о нем сказать особо нечего, да? Потому что, ну, вот тут бычонок, как нужно сделать вот так, здесь надо сделать так. Все. Теперь в конце только есть интересная такая вещь, которая, ну, вот для нас, которая нас касается. Сегодня же жертвоприношений нет. Написано так в 13-м отрывке. Коль аезрах. Каждый гражданин, аезрах это гражданин. Ясекаха. Каждый гражданин народа Израиля сделает так. Будет приносить вот эти жертвоприношения, и это, это запах приятный для Бога. Вот когда сгорает вот эта вот жертва, это запах приятный для Бога. Очень странный оборот, потому что, ну, как вообще, как запах приятный для Бога. То есть Тора с нами разговаривает на понятных нам понятных нам метафорах, которые должны нам что-то сказать. Что значит от жертвоприношения запах приятный для Бога? Значит, запах, вот когда мы говорим запах, что такое запах? Это мельчайшая какая-то часть от материи, да? То есть запах, есть материальность. Там, например, мясо лежит, да? Мясо это начинают огнем поджигать. И вот это мясо, да, которое было только что, пока оно, это мясо еще было в виде животного, оно еще это мясо могло ходить, и это было живое мясо. Вы представляете, ходит там корова или, или овца какая-нибудь, да? Она, значит, ходит она, у нее есть мясо, и она ходит. Это, это удивительная вообще история, как она ходит, как человек ходит. У тебя сейчас подумала, у меня рука поднялась. Представляете, какая вообще сложная механика, сложная вообще система, что силой мысли можно поднять руку. Представляете? Вот вы силой мысли тоже можете поднять руку. И вы никогда, может быть, даже не задумывались, а как-то вы силой мысли, вот, просто даже ты представляешь, и рука поднимается, и ты поднимаешь руку, да? Это удивительная, уникальная вещь. Но теперь, если эту руку отрезать, не дай бог, да, она отрезана, то она уже не будет шевелиться. Кусок мяса, просто лежит кусок мяса, который, который, ну, вообще не может шевелиться. Теперь, если этот кусок мяса взять и начать его нагревать, то из него начинает испаряться вода, и он начинает сгорать, и остается горстка пепла. То есть, превращается это мясо с помощью нагревания, превращается в какие-то молекулы, начинает лететь вверх. И это вот то, что называется запах. То есть, мельчайшее, мельчайшее проявление, мельчайшее проявление материи – это запах. Теперь царь Соломон, мудрейший из людей, начинает книгу «Экклезиаст» Коэллет, второй отрывок. Он говорит «все эвэль эвэлим». Он говорит «весь этот мир материальный, он пар паров». Эвэль-слово – это не только пар. На русле почему-то его переводят «суета». «Все суета-сует» переводят первую главу, второй отрывок «Экклезиаста». Но слово «эвэль» на иврите, как написано в оригинале, это имя, помните, был у Адама Решонова, первого человека, был сын, которого звали Эвэль, а второго звали Каэн. Так вот, Эвэль, он исчез из этого мира как пара. У него не было детей, он к этому миру серьезно не относился. Он, когда Каэн предложил «давай принесем жертвы в Богу», что Эвэль сказал? Он принес самое лучшее. Он как раз первый принес это жертвоприношение, сжег этих первых баранов. Да, это было первое. И сам он тоже исчез из этого мира как пар. То есть, человек, любой человек, раньше, позже, он из этого мира исчезает, как вот этот вот пар. От него остается только Эвэль. Эвэль – это вот этот вот пар или дым, или такая мельчайшая молекула, которая улетает. Теперь, когда, но когда человек приносит животное в жертву Всевышнему по тому, как написано, как это надо сделать, он это делает правильно, то это Эвэль – это пар, который не хуахляшем, который приятен для Бога. Получается, а что Богу приятно? Вот эти молекулы, такая разница, в каком они состоянии. Они молекулы, которые еще они в живой корове, да, которая охотит, или молекулы, которые уже в сгоревшей корове. Это те же молекулы, те же атомы, только в разных каких-то состояниях. Важное намерение, что если ты хотел служить Всевышнему, если ты хотел выполнить, вместо того, чтобы сидеть там смотреть сериалы, а ты в это время приносишь какое-то, делаешь действие, направленное на то, чтобы соединиться со Всевышним. Курбан – жертвоприношение. На русском это «жертва». Что это «жертва»? Такое слово даже страшное немного, да, «жертва». А на иврите – это «курбан». А что такое «курбан»? Лидкарев – приближающее. То есть, жертва – это то, что тебя приближает и соединяет со Всевышним. То есть, получается, выполняя движение Всевышнего, выполняя задания Всевышнего, выполняя вот эти вот, казалось бы, ритуальные вещи, которые, там, вот ты Тору читаешь, вот буквы Торы, слова Торы, вот ты делаешь заповедь. В этот момент ты выполняешь именно действие, приятное Всевышнему. И это то, что в самом ярком формате выражено в жертвоприношениях. То есть, это то, что тебя соединяет со Всевышним. Теперь дальше написано, сделает эту огнеполимую жертву. И дальше написано, «Ти ягур и тхэм гэр». Когда будет с вами жить гэр – это само слово гэр, оно переводится «лягур» – это «жить». Гэр – это тот, кто живущий, да? Кто-то пришел жить с вами. И когда будет с вами жить тот, кто пришел с вами жить, дословно переводится. В «Ти ягур» – когда будет жить с вами тот, кто пришел жить. «О ашэр бэто хэхэм лидоратэхэм». Или тот, кто уже живет с вами из поколения в поколение. «Ва асэй шарэх нихо хляшэм» – он тоже сделает жертву, жертву вот эту вот огнеполимую богу. «Кашэр тасу кэн ясэ». Как вы делаете, так и они сделают. То есть, здесь бог сказал Машар Абэйну, что всегда будут те, кто приходят в еврестий народ. Они называются «пришли жить вместе». Гер – это называется, да, на еврите. Тот, кто пришел жить. И, значит, «Акааль» – все общество. «Хукат ахат лахэм вэлягэр агар». Значит, для всего народа Израиля единый закон. Для вас и для тех, кто пришли вместе с вами, присоединились к вам, один закон на все поколения. Значит, так же, как вы, тот, кто пришел к вам, будет перед Богом. То есть, здесь как раз вот четко прописано вот это вот полное равенство того, кто пришел в еврейский народ и присоединился к Богу с теми, кто родился в еврейском народе. Это как раз вот отсюда учится. Значит, «Тора, ахат, умешпат и хат и елахэм». Одна Тора и один закон будет вам и тем, кто пришельцы, которые пришли жить с вами. Вот сегодняшний такой отрывок интересный. Я, кстати, потом посмотрю после урока. Я не смотрел, что Малбин на это говорит, потому что он здесь дает очень всегда глубокую такую раскладку. Я просто посмотрел, ну, простые самые известные комментарии. Просто одно... Отсюда мы учим, что абсолютно идентично и одинаково идет служение Всевышнему тот, кто родился евреем или тот, кто стал евреем и присоединился к еврейскому народу. Все, теперь мы учим Мишлей, притчи царя Соломона. Где наша книга? Сейчас. Значит, Мишлей, восьмая глава. Восьмая глава, потому что сегодня 8 июня. Вы можете, кстати, эту книгу заказать. Есть книги в Ужгороде, в Харькове, в Вене и из Израиля, из Талдоти Шурун, магазин книги, религиозной еврейской книги Талдоти Шурун, высылают по всему миру. А в Вене вы можете приехать в общину, прямо в центре Вена, 500 метров возле оперного театра, и там приобрести эти книги. Значит, восьмая глава. Восьмая глава нам рассказывает о... Если взять вот основная тема восьмой главы, это богатство, это деньги. Значит, деньги... То есть, интересно, было у нас про все, давайте сейчас мы разберем, что здесь говорится про деньги. Значит, вначале говорится про мудрость и про сообразительность, и дальше написано здесь так. Сейчас... Значит, десятый отрывок говорит царь Соломон. Кхумусари. Он говорит, возьмите моральную дисциплину в алькезем, и а не серебро. В Эдаат Мехарут Сневхар. Он говорит, и познание, оно важнее, чем, значит... Сейчас, секундочку. Чем отборное золото. Харут Сневхар. Отборное золото. Очень странно. Он говорит, если у вас есть выбор, если у вас есть выбор, что выбрать? Значит, упражнения в моральной дисциплине. Мусар – это когда ты управляешь собой. Когда ты умеешь свое внутреннее животное, свой интеллект, свою вот эту животную натуру эмоционально подчинить своему разуму, или же тебе говорят, на тебе тысячу долларов, или же мы тебе, вот тебе тысяча долларов, пройди курс, который позволит тебе управлять своим мышлением. Что выбрать? Конечно, говорит царь Соломон, курс управления мышлением. Почему? Дай человеку тысячу долларов. И тут же он посмотрел направо, посмотрел налево. Его схватили маркетологи за его внимание, за его желание. И его оп-оп-оп, нет у него тысячи долларов, еще он должен две. Или три, или двадцать три. Все. Он уже, значит, весь в долгах. И, значит, ему не хватает. Это путь обычного человека. Если он за тысячи долларов, он изучил какой-то курс, где он управляет своим хотя бы вниманием. Он стал осознанным. Значит, он уже, вот оп, реклама. Он такой, стоп. Мне же это не надо. У меня же есть мой план. У меня есть моя личная жизнь, которую я спланировал на этот год. И я иду по своему плану. Теперь дальше он оп, ему там алкоголь, реклама. Он такой, стоп. У меня же есть мое здоровье, которое для меня важнее. И так далее. То есть, царь Заломон говорит, что серебро и золото, если у тебя нет управления собой, оно только мешает. Поэтому самое важное это самообладание, управление собой. Дальше он продолжает одиннадцатый отрывок. Китова хохмами пниним. Он говорит, лучше хохма, лучше божественная мудрость, чем жемчужины. Вколь хафатсим ле и швуба. И никакие предметы, никакие покупки, никакое желанное. Хефец. Интересно, что вы говорите. Хефец это лихпоц, это хотеть. И хефец это предмет. То есть, человек, он стремится к накоплению предметов. То есть, он как бы, он хочет, чтобы у него было больше разных предметов. Теперь, когда у него много разных предметов, он попадает во власть этих предметов. И у него эти предметы забирают его энергию. Потому что он должен за этими предметами потом ухаживать, их хранить, собирать. То есть, они уже управляют его жизнью. Значит, это удивительно, удивительно, насколько, насколько люди, вот, есть, известно, известно, есть такая пертьевод, как Мишна, что это Гилель сказал. Он говорит, марбе басар. Марбе басар, умножающее мясо, умножает марбе римам. Умножает гниение. То есть, чем человек больше ест и чем он больше наслаждается от еды, тем у него сложнее ему эту еду переваривать. И у него начинаются процессы гниения в организме. А потом он, ну, когда он полный, он может умереть, но есть чему гнить. То есть, умножающее мясо умножает гниение. Марбе нехасим. Умножающее имущество. Марбе даага. Он умножает волнение. Марбе нашим. Марбе кшафим. Тот, кто умножает жен, умножает колдовство. Марбе швахот. Тот, кто умножает рабынь. Значит, марбе зима. Значит, он умножает разврат. Умножающее рабов. Умножает гезель. Умножает грабеж. То есть, это то, обычно, чем занимаются люди. Значит, люди чем занимаются? Больше зарабатывать. Хорошо, заработал. Куда тратишь деньги? Больше удовольствия. Больше удовольствия, больше проблем со здоровьем. Больше проблем со здоровьем, значит, а тут у тебя имущество, которое ты должен его все время охранять, заботиться, переживать за него. У тебя на нервной почве тоже вся дети. Потом жены. Одна жена, значит, с ней как-то достаточно сложно выстроить такие прям любящие хорошие отношения. А когда человек женится один, второй, третий раз, потом у него начинаются суды с женами, если, если он, ему посчастливилось, ну, тут даже не знаю, дать кавычки, не дать кавычки. Потому что, с одной стороны, зарабатывать деньги прекрасно, иметь деньги это замечательно, это супер хорошо. Но, с другой стороны, если потом человек разводится, то у него начинаются огромные проблемы с женами, с детьми, с новыми женами, с новыми детьми. И это такой начинается Санта-Барбара и головняк. И при наличии денег этот головняк, он обычно возрастает, а не уменьшается. В общем, царь Соломон говорит так, что лучше, говорит, хохма, божественная мудрость, чем жемчуг. И никакие предметы, никакие желания не сравнятся с ней, с хохмой. Потому что, когда ты изучаешь штору, то в этот момент ты присоединяешься к божественной мудрости. А когда ты присоединяешься к божественной мудрости, тогда тебе хорошо, ты не совершишь ни одной ошибки. Ты будешь вкладывать в шлом байт, ты будешь с деньгами очень осторожно, аккуратный, отделяя десятину. И ты не будешь в плену у каких-то... Знаете как, заходишь иногда... Вот я знал очень богатых таких религиозных евреев, но которые очень религиозные, с поколения в поколение раввины. Есть, например, такие раввины, которые семья из Швейцарии, из Цюриха, которые, ну, невероятно богатые. Они живут в астетизме и в простоте. Не потому, что у них нет денег, а потому, что это проще. Это намного проще и удобнее. И они спокойны. Встает он, например, в 6 утра, молится с первым лучом солнца. Потом учится, учит Тору полдня. Потом он идет домой, там, с женой вообще ни одного голос вообще не повышает. Все очень спокойно, мягко. Потом поработал несколько часов. Потом опять поучился. То есть все настолько спокойно, настолько все вообще без вот этих вот каких-то эмоциональных бурь, всплесков, каких-то этих самых. Все Тора, когда радоваться в празднике, в субботу. Настолько это жизнь другого уровня. Вот это то, что царь Соломон говорит. Божественная мудрость лучше, чем жемчуга. И никакие, никакие желания и предметы не сравняться с ней. Отлично. Все, один еще какой-то отрывочек. Давайте позитивный. Значит, позитивный сейчас найдем отрывочек. Значит, а я последний отрывок, давайте. Значит, предпоследний, вернее. Тридцать пятый отрывок, восьмой главы. Кимаца, говорит царь Соломон от имени Всевышнего. Тот, кто нашел меня. Маца Хаим. Тот, кто нашел меня, имеется в виду Тору. Да, божественную мудрость. Здесь вся глава про божественную мудрость. Кимаца, тот, кто нашел меня, нашел жизнь. Веяфек Рацом Меошем. И вытащит он свое желание от Бога. Что это значит? Спасибо. Значит, человек, он влеком по жизни своими желаниями. Теперь, если у человека есть желание соединиться со Всевышним, как это сделать? Через изучение Торы. Если он начинает изучать Тору, ему открывается как совершенно невероятная мудрость. Теперь и дальше, он, идя по пути Торы, написано «Беколь Драхе Хадео» «На всех путях познавай Бога». И он выпрямит твои дорожки. Значит, человек начинает учить Тору, присоединяется ко Всевышнему, молится. Это становится центральным его магистралью, его жизни. И в этот момент он понимает, что от него хочет Всевышний. Если он делает то, что от него хочет Всевышний, Всевышний ему помогает. И жизнь его идет по очень гладкой, красивой прямой магистрали, прямо, которая уходит в вечность. Лестница в небо, помните? Лестница в небо, сон Якова, ангелы по этой лестнице поднимаются. Это мысли Якова, дела Якова. Ангелы поднимаются, и ангелы спускаются. Что приносят ангелы сверху? Все хорошее. И в какой-то момент ты сам поднимаешься по этой лестнице в небо, и уходишь в вечность. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы было, чтобы выполнился в нас отрывок «Тот, кто нашел меня, Тору Всевышнего, нашел жизнь, и вытащит он рацион от Бога, вытащит он желание от Всевышнего». То есть, чтобы мы понимали, осознавали и делали желание Всевышнего. А есть у нас конкретное обещание. Делай волю Бога как свою, то есть, чтобы его воля стала с твоей волей одно и то же. В иу ясэ рационаха к рациону. И когда тебе что-то будет надо, у тебя появится твой рацион, твое желание, твоя просьба ко Всевышнему, он тебе сделает, как будто бы он сам это захотел. То есть, соединяемся со Всевышним, а Всевышний будет нам выполнять все наши просьбы. Удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok